Вот совершенно недавно в Вильнюсе предатели нашей Родины собрались, чтобы разработать новый план против России и грозятся собрать 100 тысяч человек опять на болотном. Что ты об этом думаешь? В первую очередь, я думаю, 100 тысяч сторонников у оппозиции, такой вот этой белоленточной, не найдется. Но основная цель вообще, чтобы они там не собрали, хотя я в это слабо верю, надо прямо это отметить, но если они даже будут собирать, их основная цель какая? Столкновение, так сказать, с органами власти, правильно? Столкновение с милицией, резонанс на весь мир, вой везде, повсюду, там, в любой, даже в нигерийских деревнях, какой страшный Путин, какая страшная российская власть, там, убийцы и так далее, и так далее. Найдутся несколько там еще совсем сумасшедших, которые будут в Москву-реку бросаться и так далее. Это все картинка совершенно ясная. И она все время, главное, повторяемая. Меня вообще удивляет вот недальновидность наших некоторых там ответственных товарищей за вот эту вот ситуацию. Почему для меня непонятно до сих пор, вот эти вот граждане сталкиваются только с органами власти? Ведь мы здесь, в Краснодаре, отрабатываем совершенно новую схему, и она здесь срабатывает. Почему навстречу вот этим вот врагам нашего Отечества не выступают гражданские сторонники нашей Родины? Правильно? Вот где столкновение интересов? У нас что, Родину защищает только ОМОН или милиция? Вот в чем вопрос. Получается как? Вооруженные люди нападают на безоружных. Это картинка там с избиениями, вот это вот, вся эта. А если бы столкнулись две силы, вот просто народ столкнулся, и тогда бы именно в этот момент наступила вот эта некая подмена, когда силы правопорядка должны не драться против кого-то, а разнимать тех интересов, которых столкнулись на этой. Вот пришло, условно говоря, Тима, вот смотри, вот они, сколько там ты сказал, 100 тысяч? 100 тысяч отсюда. Им бы навстречу выдвинулось бы 100 тысяч с другим мнением. Вот они столкновения, понимаешь? Столкновения двух гражданских групп. В этой ситуации что? Государство должно влезть между ними и разнять. Но ведь тогда подменяется что? Тогда уже нет вот той остроты против власти. Две группы между собой сталкиваются с разными мнениями, а государство как бы остается в стороне. Неужели эту классическую схему, простую, до сих пор в нашем великом государстве не продумали? Ведь вот у нас сейчас в Краснодаре, вот ведь это, мы на практике это проверили, 300 наших ребят. Почему? Вот, Вячеслав Викторович, вот эти столкновения с дубами сейчас, да? Да. Они чего жаждут у нас в Краснодаре? Столкнуться с властями. Они с ними сталкиваются, показывают их в неудачном свете. Если бы там вот 100 человек, как собралось, пришло 100 наших, допустим, вообще бы никто нигде ничего не рекламировал, потому что столкновение с народом, врагов народа, невыгодно показывать. А столкновение с человеком в погонах, с такой, ну, визиономией. С представителем власти. Да, с представителем власти. Вот им что нужно. И наши представители власти, вот упорно, от самого низового уровня до самого высокого, дают им эту прекрасную возможность позорить Россию. А ведь сколько патриотов в России сидят, на это слюбуются и скрижают своими зубами. И сделать ничего не надо. Потому что представителям власти не нужен, получается, как бы, собственный народ, который готов защитить свою родину. А ведь именно защитники родины, гражданские, должны выйти навстречу вот этим ублюдкам, их и остановить. И в худшем случае власть должна стать посредине и задержать. И тогда не эти белоленточники не добьются своих целей. И, в принципе, государство наше будет в порядке. И вот какие-то такие новые схемы надо использовать в нашей совместной работе.